всем приветики я хотел бы показать вам свой усилитель ну вернее сделать не в обзор потому что распаковка уже было вот он сам обзор в общем тогда у меня был только усилитель а теперь я уже приобрел все остальное у меня получается есть теперь помимо усилителя вот он сам усилитель к нему я докупил питание именно питания не хватало было только вот так вот усилитель и динамик а теперь есть еще и питание в общем вот она тороидальный трансформатор 28 вольт правда выдает он всего 25 ну здесь 24 до 28 подключается вот он идет это идет в розетку получается вот этот провод идет в розетку вот он выходит в розетку с него выходят вот эти провода и подключается вот сюда и он начинает работать с него идет выходит сюда провод на выход на динамик и вот он пошел вот он переходит как бы в такие провода и идет на динамик вот так идет и на динамик отсюда идет сюда на панели регулирование типа и выходит через это эти провода на на плеер то есть довольно таки громоздкая конструкция получилась довольно таки так сейчас можно подробнее на все это глянуть в общем вот питание это идет в розетку с него выходят провода идут сам усилитель с усилителя вот они выходят провода закручиваются и в итоге выходит в динамик здесь подключается панелька которая с которой на которой ты крутилки громкость и срез и к ней же подключается player сам усилитель вот он снимут эти правда идут в комплекте вот эти два выход на питание и динамик и это тоже подключается и тоже здесь в комплекте вот оно все принципе вот он весь усилитель вот он так выглядит с радиатором с той стороны так вот все выглядит в принципе да ничего такого я в прошлый раз это вроде бы все показывал вот он идет сюда провода им подключается вот оно все здесь крутилки эта громкость это срез 350 ватт выходит на плеер здесь динамик тоже вы когда-то все время видели ну вот собственно сам само питание ну сейчас подключим сейчас я вот включу вы услышите звук слышно было и я не знаю вам и слышно было или нет это такое сначала он начинает грузить такую потом здесь такое что такое типа тик щелк и вот она загорелась типа работает ну а теперь все получается это у нас громкость а это я так это насколько помню срез мы дальше включаем он так сейчас да и включился при громкость не это плохая какая-то музыка надо выбрать нормальную arms dealer ну вот это регулирует громкость вот этот вот вот эта крутилка а это уже бас срезает при таком варианте бас вообще не срезом то есть идет полная музыка если срочно туда-то-то-то-то-то-то и помимо этого бух-бух а если мы выкрутим то не слышно будет ту-ту-ту-ту вы слышно только бух-бух вот если включить и срез сделать срез то есть срезать лишние частоты кроме басов вот это вот это когда выключаешься есть в эту сторону ну то есть когда срез у нас не вык не отключен слышно еще такое что-то там попискает а когда я сделаем сюда сюда тоже ничего не слышно слышно только бубух ну и это громкость как бы ну на фитон на 100 вот вообще обычная мощность и пиковая то есть кратковременно 200 а здесь 350 поэтому не хотелось бы воспалить так примерно 175 а дальше на 300 лучше бы не надо конечно тоже там мало ли еще сгорит но так минимум начинаем потихоньку добавлять при этом это вибро вибро сабвуфер то есть он придает вибрацию на поверхность то есть он именно работает от поверхности то есть если вот убрать его от поверхности он не сильно то будет и вибрировать вот то есть ему нужно именно поверхность ну в общем так вот работает усилитель что могу сказать довольно таки мощная штука но единственное что неудобно то что она громоздкая то есть помимо того что сама вот эта вот штука сейчас я выключу малые потому что все таки все таки туда приходит переменное напряжение двойной это уже отдельно каждый 25 вольт не опасен но когда они вместе выдают там 40 чем-то уже опасно ну как бы там не хотелось бы получить разряд вот потихоньку она уже греется как бы вот немножко радиатор ну и что хотел бы сказать довольно таки громоздкая конструкция во первых вот эта штука такая сама по себе большая во вторых к ней нужен и плюс еще отдельно вот эта штука торчит то есть тебе даже если делать корпус надо для этого как-то сделать корпус замутить как-то вот это куда-то в этом же корпусе спрятать вот эту вот штуку как бы питание которое тоже громоздкой довольно таки тяжелая килограмма два весит ну то есть довольно таки громоздкой сильно много проводов всяких вот но так в целом вроде такая неплохая штука но вообще это первый раз когда я столкнулся с таким питанием всегда у меня было обычное питание либо переменная либо постоянная а вот двойной переменная как здесь именно трансформатора вот выходит два переменных провода с таким впервые столкнулся вот сюда она проходит приходит вот и такое для меня было немножко неожиданно вот но вообще вот такая вот конструкция так она все работает так это все смотрится вот она в сборе принципе то есть довольно таки много всяких проводов но тем не менее работает можно даже затесить наверное сейчас еще раз попробовать я вынес на пол отдельно попробую здесь запустить не знаю чтобы было как-то более видно слышно ну что в общем запускаем хотя что нет стоп сейчас принципе так если подумать нет смысла показывать как она играет потому что микрофон мы его моей камеры моего телефона не передает именно басы то есть вы не сможете ощутить как играют басы но он принцип работы я думаю понятен и как она все работает тоже думаю понятно это что она работает и довольно таки не ну папа по стукам по этим по звукам более-менее видно что она неплохо так выдает вот так что вот как-то как-то так в принципе наверно все потому что у сети я вам показал его крутилки показал динамик питания показал плеер затестил а я что еще можно показать в принципе что она работает видно как она работает видно услышать моде на мой микрофон не передает басы но так что в принципе уж так-то и нечего показывать поэтому на этом все всем пока